Добрый день, уважаемые телезрители! У нас очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». Я ее ведущий, журналист Рустам Вафин. А в гостях у нас сегодня Альберт Анатольевич Резванов, доктор биологических наук, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета, заведующий лабораторией OpenLab генной и клеточной технологии, директор научно-клинического центра прециозной и регенеративной медицины. Альберт Анатольевич, добрый день! Здравствуйте! Альберт Анатольевич, мы на самом деле, это не первый наш разговор, мы продолжаем нашу тему ковид. И первый вопрос, который я хотел вам задать, сейчас, если посмотреть на графики заболеваемости, видно, что эти графики начинают стремительно расти, и после летнего спада начинается снова быстрый рост. И среди людей, которые комментируют подобные графики, особенно официальных лиц, постоянно идут споры. Это продолжение той эпидемии, которую мы встретили где-то примерно год назад, или это вторая волна? Я не очень понимаю суть этих споров. Возможно, это споры спекулятивные, и когда мы говорим, что нет второй волны, когда нам кто-то говорит, что нет второй волны, это примерно то же самое, когда нам говорят, что хлопок вместо взрыва, или отрицательный рост вместо падения, то есть такое, скажем так, легкое зомбирование, или же вторая волна, это действительно какой-то научный термин, который имеет смысл, и для ученых важный, и вторая волна по своим каким-то признакам отличается, или будет отличаться от того, с чем мы столкнулись в России весной, в мире еще в прошлом году, где-то год назад началось. Это больше в области сементологии, то есть значение слов. Вторая волна здесь больше имеется в виду с точки зрения карантинных мер, что идет, вот у нас были ограничения, потом ограничения были расслаблены, потом вот сейчас опять идет усиление ограничительных мер, то есть с точки зрения эпидемиологических мер можно рассматривать как вторую волну. С точки зрения вирусологии самой, инфекционного процесса, количество заболевших, да, было небольшое снижение в конце лета, сейчас идет опять повышение, но тут нет такого, что количество заболевших упало, условно говоря, там до нуля, и потом мы видим опять повышение. То есть все эти взлеты, падения, носят больше, скажем так, эпидемиологический характер. И связано это в первую очередь с тем, что закончился сезон отпусков, дети пошли в садики, в школы, студенты пошли учиться, несмотря на то, что у нас сейчас, в принципе, гибридная система обучения, что часть студентов посещает занятия дистанционно. И каждый год, так же, как снег неожиданно выпадает в декабре, так и неожиданно осенью стартует сезон простудных заболеваний ОРВИ. И более того, сейчас, несмотря на то, что в принципе обеспечиваются карантинные меры против коронавирусной инфекции, это масочные режимы, изоляция, казалось бы, что эти меры должны помочь и с другими респираторными заболеваниями. Но, как это ни парадоксально, на фоне коронавируса есть сейчас подъем и других респираторных заболеваний, разные простудные заболевания, то есть люди как болели осенью разными простудами, так и сейчас болеют. Просто к сезонным заболеваниям добавилась еще и новая коронавирусная инфекция. А вообще, если вспомнить историю, весной, когда карантинные меры вводились, на улицах, условно говоря, было гораздо меньше больных людей, чем сейчас. И это связано, скажем так, волнистость ограничительных мер не привязана сейчас к абсолютному количеству заболевших. Первые ограничительные меры позволили подготовить систему здравоохранения, потому что все были немножечко в шоке от свалившегося на нас нового вируса. Но сейчас система здравоохранения адаптировалась, врачи понимают, что нужно делать, как это нужно делать. И несмотря на то, что людей на улице инфицированных гораздо больше, чем в самом начале весеннего сезона, это позволяет справляться с возникающими инфекциями. Ну, паники, да, такое былое уже пока не видно, не чувствуется. И, видимо, к этому означает привыкать, как фон становится. Да, это связано даже нисколько с образованием людей, то есть с тем, что им рассказали, что и как делать. Это связано больше с утомляемостью. Человек не может находиться в постоянном напряжении. И экономика не может находиться в постоянном напряжении. Именно поэтому, в общем-то, жесткие карантинные меры и были отменены, потому что ты не можешь, как бы в идеале, надо всех изолировать. Но тогда экономика и социум просто коллапсируют. Вы знаете, когда я слышу выражение «вторая волна», у меня почему-то, вот когда сказали, что немного историй, да, я еще хочу дальше окунуться в нее. Вторая волна – это четкая ассоциация у меня с событиями столетней давности испанкой. Первая волна была смертоносна, были потери населения. Вторая волна была еще более жесткая. Она пришла через год примерно, примерно, видимо, по такому же сценарию. Вот, тоже какие-то были ограничения сняты и пошла. И она была еще более опасной получилась, более смертельной. Потом еще была третья волна у них, но уже она такая помягче. Есть ли риск того, что вторая, или то, что мы называем вторая волна, или продолжение нашей истории весенней, она будет более смертоносной, более опасной? Хочу напомнить, что испанка унесла огромное число жизней. По некоторым данным, до 100 миллионов людей тогда умерло в итоге. Но на тот момент у медицины все-таки еще не было такого сильного инструмента, как вакцины. Вернее, вакцины были, но разработка вакцин все еще была делом достаточно новым, и особенно для вирусных заболеваний. И в этом случае, я думаю, что нам все-таки удастся избежать второй волны по типу испанки. Имеется в виду не то, что сейчас мы обсуждаем, а то, что через год придет еще одна цунами, которая нас захлестнет с огромным количеством зараженных, смертей. Я думаю, что все-таки, учитывая прогресс в разработке вакцин, мы этого не допустим. И все-таки в течение следующего года люди будут провакцинированы, и это, в принципе, погасит любую возможность настоящей второй волны в будущем. То есть я правильно понимаю, что одна из цель тех жестких карантинных мероприятий, которые вводились, это дать время, на самом деле, на разработку вакцины? Да, дать время. Ну, скажем так, все-таки разработка вакцины несоизмерима по времени с карантинными мерами. Карантинные меры все-таки вводились всего лишь на несколько месяцев. Разработка вакцины, в принципе, займет год-полтора. Как бы ни говорили, что у нас уже есть зарегистрированная вакцина, но реально до пациентов, до людей она дойдет все-таки в следующем году, в 21 году. И, как я уже сказал, основная задача первых карантинных мер, во-первых, была подготовка системы здравоохранения, перепрофилировать больницы, обеспечить достаточное количество лабораторий по тестированию на коронавирус, достаточное количество средств индивидуальной защиты, дезинфекции. А вторая задача была все-таки встряхнуть людей, чтобы они осознали серьезность ситуации. И, в принципе, я думаю, это тоже пошло на пользу. Люди в целом стали уделять гораздо больше внимания личной гигиене. И именно личная гигиена на данный момент является первым барьером на пути коронавируса. Это мыть руки, дезинфицировать руки, не трогать руками рот, нос, глаза, ношение масок. Все это, в принципе, весьма эффективно в защите человека от этой инфекции. А вот вы упомянули о первой вакцине, которая в том числе у нас разработана, «Спутник-5» или «Спутник-Ви», «Виктория». Она зарегистрирована, заявлена и уже, судя по репортажам СМИ, пущена в валовое производство. Как вы оцените эффективность этой вакцины? Во-первых, она получила временную регистрацию на проведение третьей фазы клинических исследований. Мы немножечко, Россия пропиарила этот момент. На самом деле, многие вакцины сейчас также параллельно проходят третью фазу клинических исследований за рубежом. Но Россия получила свои политические дивиденды, правильно представив свержившийся факт получения временной регистрации. По поводу эффективности данные были опубликованы в одном из самых престижных медицинских журналах за рубежом. И в принципе, попытались вначале придраться к каким-то запятым, но в конечном итоге мы же не слышим такого сильного воя, что у них все плохо, у них все неправильно. Был бы предлог, причина, мы бы получили вторую волну негатива. Такого негатива не произошло. Почему? Потому что те данные, которые были опубликованы, в принципе, вызывают доверие. С другой стороны, вы затронули вопрос производства. И я, в принципе, с самого начала говорил, что основная задача будет не сколько разработка вакцины. Ну, вернее, это, конечно же, очень важная задача, разработка, показать, что она эффективна и, главное, безопасна. Но это далеко не достаточно для того, чтобы вакцина реально помогла населению. Нужно произвести достаточное ее количество, чтобы каждый желающий и каждый нуждающийся получил ее. Насколько я знаю, существующая производственная база позволяет производить всего лишь несколько миллионов доз вакцины в год. Для того, чтобы произвести больше вакцины, нужно расширять эту производственную базу. И тут, как раз, как бы некоторое время тому назад, фонд прямых инвестиций стал бить себя в грудь и говорить, что мы произведем 500 миллионов доз вакцины в год. Это, конечно, вызвало небольшое удивление у меня. Но я подумал, ну, хорошо, да, значит, молодцы ребята, быстро строят заводы, быстро адаптируют какие-то производства под это, хотя это отдельная технологическая задача. Но самое удивительное, что опять, буквально неделю тому назад, я опять из центра Гамалея в интервью услышал, что у них все еще есть проблемы с производственной базой, и те мощности в несколько миллионов вакцин в год никто не отменял. Поэтому на данный момент у меня лично есть обеспокоенность по поводу того, сможет ли государство обеспечить достаточное количество этой вакцины. И еще тут важный вопрос, что вакцина это создано на новой технологической базе. Нельзя существующее производство, вот, например, завод, который бы производил вакцины, стандартные вакцины против гриппа, просто взять и начать на этом производстве производить новую вакцину. Технология абсолютно другая. То есть там надо приехать на бульдозере, все снести и поставить новую? Ни в коем случае. Если мы сейчас все снесем, кто будет делать вакцину от гриппа? Вот как раз я к тому и подвожу, что, во-первых, перепрофилирование существующих производств очень сложно технологически, там абсолютно другая технология. А во-вторых, это значит, что мы тогда не произведем другие вакцины, которые необходимы для предотвращения сезонных заболеваний. Это вот сейчас крайне необходимо проходить вакцинацию против гриппа, против пневмоний, то есть это разные вакцины. Поэтому это только строительство новых мощностей по производству. Например, перевести производство в Китай и быстро там развернуть при наличии, там же все эти ребята быстро делают? Эта технологическая база нова не только для России, она в принципе нова для всего мира. Никто раньше не разрабатывал, ну вернее разрабатывали, но никто не производил массовую вакцину на основе аденовирусов. И да, конечно, в Китае тоже могут быстро что-то построить. Вот говорили, что в Бразилии разместят контрактное производство. Но в целом все столкнутся с проблемой масштабирования, с проблемой производства. Тем более, что другие конкуренты тоже используют такую же платформу на основе аденовирусов. А значит, они тоже будут бороться за те же контрактные производства. То есть, условно говоря, сейчас тот создаст мощности, кто первый создаст мощности, к нему будут валом стоять желающие разместить производство своей вакцины. Скорее всего так. Но это уже вопрос из области экономики и из области политики. Дело в том, вот сейчас вложишь ты в это производство, а потом окажется через год-два, что эта вакцина оказалась недостаточно эффективной, например, или безопасной. Или ковид исчез полностью? Ковид вряд ли исчезнет. Считается, что большинство сходится во мнении, что он станет таким же сезонным, как и грипп и другие ОРВИ. Поэтому также придется, возможно, ежегодно проходить вакцинацию против этого нового ковида. Вопрос в том, что вот построил ты огромный завод, новая технология, а это значит новые риски. И если технология окажется недостаточно эффективной, куда ты этот завод потом денешь. Поэтому многие занимают осторожную позицию и не пытаются перезаявить производственные мощности. Это, наверное, вопрос экономический, действительно, не совсем к вам. Но я хочу добавить, в таком случае, наверное, такой завод должен строиться на общественные деньги, имеется в виду на бюджетные, государственные, чтобы, да, риски есть, что, во всяком случае, частники, скорее всего, в это сильно вкладываться не будут, учитывая такие риски. Ну, скорее всего, так и есть. Частный капитал. Ну, по сути своей, вот в России этим занимается фонд прямых инвестиций. Это все равно по сути свои государства. Поэтому так же, как вот разные там Роснано, Сколково и другие программы развития. А у меня вот вопрос такой. Вы в руках этот спутник в виде держали? Нет. А почему? Почему даже вот научные центры, которые занимаются вирусами российские, не попала эта вакцина, ну, хотя бы посмотреть, в руках потрогать, да, понюхать? Ну, это так не работает. Да. Тут нужно иметь определенные допуски. И у нас, например, нету возможности работать с живым вирусом. Мы можем только работать с культурами клеток и с генетическими конструкциями. То есть вакцинами, разработанными на основе ДНК-технологий. То есть вам, даже если вам сейчас принесут подержать в руках, мы могли бы ее протестировать на эффективность, что она действительно приводит к синтезу вирусного белка в культуре клеток. Но смысла большого в этом нет. Зачем тратить наши ресурсы на перепроверку того, что... И так очевидно. И так уже очевидно и было опубликовано в ведущем рецензированном журнале. То есть уже эксперты мирового уровня перепроверили все эти данные. Ну, то есть там ключевой вопрос, на самом деле, даже несколько эффективность, которая, в общем-то, доказана, а безопасность, к большому счету. Вот тут еще вопрос. А вопрос безопасности можно решить только в рамках третьей фазы клинических исследований на десятках тысяч добровольцев. Мы это сделать не можем, поэтому мы в это дело и не лезем. Пусть этим занимаются те, кому положено по долгу службы. Вы знаете, мы когда с вами разговаривали в конце весны, в начале лета, вы бы были полны энтузиазма по поводу того, что в КФУ тоже началась разработка вакцины, ваша группа начала разработать вакцины. И там, более того, там целая линейка шла препаратов, вакцина, тесты, причем тесты разного типа, включая тест-полоски, которые оперативные на антитела, лекарственные препараты. Там какие-то были прототипы очень интересные по своей конструкции и технологии работы. Я хочу спустя три месяца поговорить, я так понимаю, вакцина пока остановлена. Мы сделали два прототипа. Один прототип мы протестировали на животных, он показал, к сожалению, недостаточную эффективность. Второй прототип тоже на основе вирусного вектора. Гамалея использует аденовирусы, мы сделали на основе аденоассоциированного вируса. Немножко другая технологическая платформа, но суть та же. Но, к сожалению, мы делали это в рамках пилотного финансирования нашего, скажем так, индустриального партнера, бизнес-партнера. Мы за счет этого финансирования сделали, финансирование пока закончилось, и проект мы притормозили. Но при этом Министерство науки и высшего образования собрало информацию, и, возможно, дальнейшие разработки и научные исследования будут выполняться в рамках госзадания в следующем году, в 2021 году. То есть, да, возможно, мы опоздали в этой гонке глобальной по разработке вакцин, но научная составляющая все еще очень интересная. Для нас это и наука, и образование, потому что в этот проект вовлечены и студенты, и аспиранты, и молодые ученые Казанского университета. Поэтому мы продолжим этот проект, как только у нас появится финансирование. А второй прототип на животных тестировался или не успели? Пока еще нет. Мы думали, что сможем это сделать в сентябре, но по объективным причинам, отсутствие финансирования, пока не удалось получить достаточное количество этой вакцины для тестирования на животных. Но пытаемся пока это сделать, условно говоря, в инициативном порядке за счет внутренних ресурсов, но это, конечно же, существенно снижает скорость разработки. Помимо вакцины, речь шла еще о тестах. Более того, энтузиазм по этому поводу как раз был даже больше, поскольку тогда экономика очень четко нуждалась в промышленном предприятии, в том, чтобы очень быстро тестировать своих рабочих, отделить тех, кто уже имеет антитела, переболел бессимптомно, и включить их снова в экономику с значительно меньшими рисками. И я так понимаю, что как раз это было очень плотно, они бы занимались. Как сейчас ситуация? Мы разработали тест-систему на основе иммуноферментного анализа. Сейчас у нас есть уже и пилотная партия, и пакет документов для получения регистрационного удостоверения, то есть чтобы разрешение на клиническое применение этой тест-системы. Сейчас с нашим индустриальным партнером мы определяем форму взаимодействия, как бы регистрируем компанию, то есть это будет либо регистрация компания, либо производство через университет, то есть это уже бизнес-вопросы. С научной точки зрения система разработана, пакет документов готов, сейчас просто определяемся, как это подать на регистрацию. Она действительно эффективна, то есть действительно можно капиллярный прокол? Пока я говорю о системе ИФА, это классическая система на плашках в иммунологической лаборатории. То есть брать мазок? Да. По тест-системам на полосках у нас тоже пока разработка, так как мы основные силы бросили на разработку классической системы, разработка иммунохроматографической системы, тест-полосок, ведется, но немножко притормозилась. И здесь, честно говоря, мы столкнулись с тем, что рынок сейчас очень серьезно насыщен разными предложениями. И бизнес-интереса в этом проекте становится все меньше и меньше. Для нас очень важно завершить хотя бы регистрацию классической тест-системы, потому что это позволит нам пройти все стадии от идеи до реализации. Мы получим очень полезный опыт, и в будущем мы сможем уже гораздо быстрее разрабатывать следующие тест-системы. Да, немножечко мы опоздали, скажем так, к разделу основного пирога, и рынок просто завален сейчас, например, китайскими тест-системами, которые зарегистрировали. Насколько они хорошо работают, это уже отдельный вопрос. На самом деле все они работают немножечко по-разному. А, кстати, в вашей лаборатории, в вашем центре не занимались такими вещами, как тестирование тех тест-систем, которые сейчас есть на рынке? Нет, это неблагодарное занятие, и это не входит в рам... У нас и так ресурсов не хватает. Все, все понятно. Сейчас еще и будем другими заниматься. Но что мы сделали, мы реально какую пользу принесли. Дело в том, что в самом начале, когда еще тест-системы не было на российском, скажем так, рынке, мы совместно с Минздравом Республиканским центром крови, седьмой больницей, РКБ, в Челнах больница, проводили и до сих пор проводим тестирование на уровне антител в крови у переболевших больных. Дело в том, что зарегистрированные тест-системы позволяют только сказать, есть у тебя антитела или нет. А для того, чтобы применять плазму от переболевших больных для лечения тяжелобольных, нужно сказать, сколько антител. Потому что есть рекомендации Минздрава, которые говорят, что нужно минимально, чтобы был титр 1 к 160, для того, чтобы эта плазма годилась в качестве лекарства для тяжелого больного. И вот здесь мы реально несколько сот человек протестировали, и плазма от этих переболевших сейчас очень активно используется для лечения тяжелобольных. Врачи очень довольны. И спасают жизни. Да, и реально спасают жизни. Поэтому, да, возможно, мы замедлились с коммерциализацией, но вот с реальной пользой для больных здесь все очень хорошо. В вашем центре проходят тестирования на ковид, в том числе. И мы все видим определенную статистику официальную. Сколько заболевает каждый день. В общем, цифры, скажем так, не пугающие. Но всегда есть такое подозрение, и многие на него указывают, что на самом деле цифры не соответствуют действительности, и наши официальные структуры немножко лукавят, чтобы, видимо, из соображений ложь во спасение. То есть не поднимать паники, не тратить без того, в общем, скудный бюджет, обедневший бюджет в результате экономического кризиса страны. И я бы хотел спросить, вот у вас, условно говоря, проходит в день сколько человек через вашу лабораторию? Ну, это лаборатория не наша, а Казанского университета медсанчасти. И я бы даже в более общем разрезе на это взглянул. Дело в том, что Роспотребнадзор называет определенные тесты по количеству заболевших, скажем так, в республике Татарстан ежедневно. А Минздрав в то же время провел исследование, пока тоже очень пилотное, предварительное, по наличию антител у людей в общей популяции. Там выяснилось, что у 30% людей вроде бы как есть антитела. Но там тоже есть вопрос, как это исследовали. То есть понятно, что это значит, что если масштабировать на республике Татарстан, это порядком должно быть миллионы человек. Так или иначе переболели бы. Которые так или иначе переболели. В то же время Роспотребнадзор дает другие цифры, они гораздо более низкие. Там, по-моему, до 10 тысяч еще не дошло. Ну, что-то в этом роде. И возникает вполне такой простой математический вопрос, почему эти цифры не бьются. Здесь может быть масса причин. Одна из причин, что все-таки тест на вирус и тест на антитела, это абсолютно разные тесты. Тест на вирус говорит о том, что ты в этот момент конкретно болеешь вирусом. Тест на антитела это больше такой интегративный, накопительный. Он говорит о том, что этот человек переболел коронавирусом когда-то. И более того, ну, это уже такая техническая информация. И я не знаю, какие тесты использует Минздрав, но есть определенный, так называемый, перекрестный иммунитет. То есть есть другие коронавирусы, близкородственные, которые тоже вызывают различные респираторные заболевания. И так как они близкородственные, то иногда антитела к этим вирусам могут давать положительный тест на новый коронавирус, на COVID-19. Поэтому однозначно сказать, что человек переболел именно COVID-19 на основании теста на антитела не всегда возможно. То есть правильно понимаешь, что человек мог переболеть вирусом, похожим на COVID-19, у него есть антитела, но при этом у него нет защиты от COVID-19? Это отдельный разговор по поводу защиты. А вот по поводу того, что понятно, что 30% это не объясняет. Но какой-то небольшой процент может быть объяснен именно этим. А вот почему все-таки потенциально у 30% есть антитела? Дело в том, что, к счастью, коронавирус новый вызывает тяжелые и средние заболевания далеко не всегда. Огромное количество людей болеет, условно говоря, на ногах. Так называемый бессимптомный COVID-19, хотя абсолютно бессимптомных болезней не бывает, но люди могут испытывать очень небольшие симптомы. Вот, например, у меня вся семья переболела тоже, вот COVID-19. Дети, один день у них была температура 37 градусов. Как бы у супруги один день была температура 37,5. Ну, я вот более тяжело переболел, как бы уже с поражением легких. Но вот даже внутри одной семьи трое из четырех переболели очень легко. И если бы у меня не было положительного теста, и потом бы мы не сделали тест у семьи, мы бы и в жизни не подумали, что на самом деле оказывается болеем коронавирусом. Также и я предполагаю, что очень много людей могут переболеть в очень легкой форме, не обращаясь к врачам и, соответственно, выпадая из системы тестирования. Но при этом у них будет иммунитет, будут антитела против коронавируса. Насчет того, насколько эти антитела, этот иммунитет защитит от повторной инфекции. Вопрос очень тоже интересный, неоднозначный. И во всем мире есть только один ответ, что подождем, увидим. Никто не знает. Дело в том, что антитела, да, они могут защищать от коронавируса, особенно так называемые нейтрализующие антитела, они могут связываться с вирусом и блокировать его. По сути своей, как гири на вирус. То есть эти антитела облепляют вирус, и вирус просто не может после этого попасть в клетку, чтобы ее заразить. Но есть мнение, что клеточный иммунитет более эффективен в предотвращении или, скажем так, излечении от коронавирусной инфекции, там появляются так называемые цитотоксичные клетки, Т-клетки. Это клетки иммунной системы, которые узнают инфицированную клетку и убивают ее. То есть по сути своей они выжигают, уничтожают базу, на которой вирус живет. Это все равно, что у тебя есть зараженный куст, я не знаю, какого-то растения в саду, и ты его просто сжигаешь для того, чтобы предотвратить распространение дальше. Также и здесь. Клеточный иммунитет выжигает инфицированные клетки, тем самым предотвращая распространение дальнейшего вируса. Поэтому сейчас сказать, насколько этот иммунитет защитит от повторной инфекции, сложно. Скорее всего, защитит. Как долго этот иммунитет будет действовать, никто не знает. Но я лично считаю, что пока эпидемия в активной фазе, люди постоянно будут, скажем так, даже переболевший, он будет время от времени контактировать с больными. Однозначно, да. И значит, что у него будет происходить микрозаражение. А значит, что иммунная система будет постоянно стимулироваться, тем самым не допустив повторной инфекции. По крайней мере, в период сезонной, скажем так, эпидемии. То есть вы хотите сказать, что это не значит, что антитела там расслабятся и исчезнут. То есть они постоянно будут... Даже если антитела, уровень антитела снижается, остается иммунная память. Остаются иммунные B-клетки, это клетки, которые вырабатывают антитела. Иммунные T-клетки, это как раз токсичные клетки, которые уничтожают инфицированные клетки. И если организм опять видит эту инфекцию, ему не нужно с нуля вырабатывать иммунитет. У него есть уже иммунологическая память, которую он может быстро активировать для того, чтобы бороться с повторной инфекцией. И опять, никто не знает, как долго эта память иммунологическая будет храниться. Для некоторых вирусов, для некоторых вакцин, это пожизненный иммунитет. Для других, к сожалению, иммунитет менее стойкий, и память тоже менее стойкая. И только наблюдения покажут, насколько длительный будет иммунитет после коронавирусной инфекции. Вот знаете, у меня вопрос такого, ну скажем так, личного характера. Когда вы приходили к нам в студию, несмотря на то, что у вас был ковид и, соответственно, есть иммунитет, вы были в маске. Да. Объясните, зачем человеку, который перебарил ковид, носить средства индивидуальной защиты? Ну, лично для меня я следую рекомендациям. То есть всем сказали носить маски, я ношу маски. Потому что если я буду ходить, хотя для меня это сейчас не актуально, но если я буду ходить без маски, другие будут видеть, что я хожу без маски. И расслабляться. И значит, они будут расслабляться. Они всем же не будешь доказывать, что ты уже иммунный, ты уже переболел. И подавать плохой пример окружающим, ну, сейчас не самое разумное. То есть это соображение не сколько безопасности, сколько воспитательной меры? Воспитательной и дисциплины. Что, в принципе, все должны соблюдать рекомендации Минздрава. Вы знаете, я когда готовился к программе этой, пробежался, вот они в любом случае фоном-то идут, и новости по ковиду. И что меня заинтересовало, это уже достаточно давно мелькает такая новость, что якобы степень заражения опасностей ковида для человека зависит от его группы крови. И там, в частности, говорилось, что наибольшего риска подвержены люди второй группы крови. Наименьший первый, но, соответственно, третий, четвертый, она как бы относится к среднему показателю. Как вы относитесь к подобным родам высказываниям? Это спекулятивные, подобно тому, что там, якобы, говорили, что курение помогает не заразиться? Или все-таки под этим есть какие-то основания? И если эти основания есть, как это работает с точки зрения биохимии человека? Действительно, есть несколько публикаций на эту тему. Не все из них, на самом деле, прошли научные рецензирования. То есть самая первая китайская публикация не была опубликована в рецензируемом журнале. То есть она не прошла всех этапов проверки результатов. Но она всколыхнула научный мир. Всем стало интересно, действительно ли это так. И вот в Европе провели несколько исследований. В других странах тоже по всему миру начали проводить исследования. И знаете, результаты самые разнообразные. У кого-то получается одно, у кого-то другое. То есть и на данный момент в целом доказательной базы для этого нет. Более того, нет биохимической базы. То есть вот нет предпосылок, почему это может произойти. Дело в том, что вирус не проникает в клетки через те рецепторы, которые обуславливают группу крови. Для некоторых инфекций, да, было действительно показано, что определенная группа крови соответствовала тому или иному риску заболевания. Там, по-моему, это было норовирусные инфекции и хеликобактер. То есть норовирусная инфекция – это примерно геморрологические лихорадки, да? Ну, не совсем это. Ну, имеется в виду конкретные заболевания, когда вот мы сейчас... Сейчас я не могу так сказать, но есть несколько работ, где действительно доказана связь группы крови с некоторыми инфекциями, но не для коронавирусов. И я лично считаю, что вот эти вот работы... Нет, работы очень важны, потому что всегда важно понять, есть связь или нет такой связи. Здесь нанесен какой вред? Что СМИ подхватили пока непроверенную информацию, начали ее тиражировать, и люди могут получить неправильное представление о риске заболевания. Он может сказать, что вот у меня такая-то группа крови, вот ученые написали, что риск пониженный. Значит, я в безопасности, я в домике. Вот это вот самое опасное, когда СМИ и люди интерпретируют весьма предварительные данные, полученные иногда на небольших выборках. Иногда ученые просто пытаются, скажем так, рассуждать на тему, нету пока еще доказательной базы, но простые люди могут неправильно интерпретировать, и у них может возникнуть ложное предположение, что они, например, в определенной группе риска или отсутствии риска. Поэтому я бы сейчас не стал абсолютно ориентироваться на группу крови. На данный момент доказательной базы нет. Вы знаете, вот я-то слежу за ковидом как раз по СМИ, и поэтому и собираю всякий мусор, который вам в итоге развеиваете. Не мусор, а информационный шум. Да, информационный шум, информационный мусор, хорошо. Который вы потом очень корректно... А вот вы находитесь на переднем крае науки, связанном с ковидом. То есть у вас под рукой научные журналы, у вас под рукой рецензии, у вас под рукой данные других лабораторий. Вот этот вопрос я бы задавал 3 месяца назад, и сейчас я хочу снова его задать, потому что новые данные пришли. Какие последние научные достижения по ковиду вас особенно заинтересовали? Ну и, возможно, как это будет использовано. Ну, например, очень часто задают вопрос по поводу того, мутирует ли вирус, и что нам ждать от этих мутаций. И тут мы действительно тоже следим за развитием науки, и даже сейчас готовим проект научный. Дело в том, что действительно показано, ну, все вирусы мутируют, и человек мутирует просто очень медленно, то есть эволюционирует. И вирусы мутируют, и порой очень быстро, потому что их генетический аппарат гораздо больше подвержен к мутациям, и у них нету молекулярных механизмов, которые бы эффективно исправляли эти мутации. Поэтому эволюция, мутация вирусов происходит обычно очень быстро. И здесь действительно наблюдаются определенные новые мутации в вирусе, которые приводят к разным последствиям. Например, есть данные, ну, это все 20-й год, понятно, что есть мутации в шпильчном белке коронавируса. То есть это как раз вот S-белок. То есть почему коронавирус назвали коронавирус? Потому что под электронным микроскопом он выглядит, как будто у него есть корона. Это вот корона, это как раз вот белок. И есть данные, что мутация в этом белке может приводить к тому, что вирус становится ослабленным. То есть он хуже инфицирует клетки, соответственно, хуже передается. Но ведь это же противоречит самой природе. Должен вирус мутировать как раз в сторону большей выживаемости, большей агрессивности. В самом деле, не с точки зрения дальнейшего убийства человека, но как-то чтобы там жить, чтобы там существовать. Безусловно, и я к этому тоже сейчас подойду. Я говорю о том, что как-то мы, ученые, что видят, о том поют. Так же и здесь. Есть данные о том, что появляются, например, мутации в шпиличном белке, которые ослабляют вирус. К чему это приведет? Это отдельная история. Есть данные, что, например, есть делиция в белке ОРФ-8, так называемом, что тоже приводит к ослаблению вируса, возможно, к ослаблению его инфекционных свойств. Как раз о чем вы говорите, чтобы его смертоносность понижалась. Тем самым, не убивая хозяина, он сохраняет способность. То есть, этот хозяин продуцирует больше вируса, дольше, для того, чтобы заразить другие организмы. Сохраняет среду своего обитания. Да, но и вот тоже относительно недавно была показана мутация в белке НСР-14, это не структурный белок вируса. Так вот, там еще более интересно. Эта мутация приводит к тому, что противовирусный ответ организма, то есть, встроенная наша система защиты, срабатывает хуже, и, соответственно, хуже борется с этим вирусом. Более того, этот вирусный ответ также завязан на воспалительном ответе. То есть, организм не только хуже борется с вирусом, но и в организме наблюдается меньше воспалительных реакций. Вот слышали, наверное, про цитокиновый шторм, про воспаление при коронавирусе. Соответственно, уменьшается воспалительная реакция, а значит, уменьшается еще и симптоматика. И вот такие больные, они потенциально могут болеть дольше с меньшими симптомами, и, соответственно, потенциально могут стать источником заражения окружающих. То есть, я правильно понимаю, что эта мутация, вот эти серии этих мутаций, они немножко такие даже как будто разумные. То есть, вирус, с одной стороны, уменьшает свою смертоносность, с другой стороны, он ослабляет или отключает иммуноответ организма, и, соответственно, там селится надолго. Ну, по сути своей, да, это отбор, естественный отбор. Но, опять, то, что я говорю, это пока научные данные. Насколько это распространено в популяции, пока еще неизвестно. Вот мы как раз хотели бы посмотреть, насколько эти мутации распространены на нашей территории. Насколько это имеет клиническую значимость, тоже пока неизвестно. Пока это все научные наблюдения, факты, которые требуют клинической проверки. И проверки, то есть расширения доказательной базы. Мне кажется, конец 2000-го и следующий 2001-й год все это прекрасно покажет. Безусловно. Ну и вот еще интересный факт, он, я бы не сказал, что новый, но крайне важный для понимания коронавирусной инфекции, что 90% заражений происходит при контакте с 10% больных. То есть, условно говоря, если на пальцах, есть суперзаразные больные, которые как раз очень активно заражают окружающих. Это чистая статистика эпидемиологии. А 90% людей болеют, но не так эффективно заражают окружающих. А с чем это связано? Никто до конца не знает. Это, возможно, связано в меньшей степени, скорее всего, с самим вирусом, а в большей, с особенностями организма человека. Кто-то более защищен. То есть у кого-то, условно говоря, генетическая предрасположенность выше, у кого-то генетическая предрасположенность ниже. И, скорее всего, генетические факторы самого организма человека играют важную роль в том, будет он очень заразный для окружающих или не очень. А вот, возможно, такая статистика уже есть. Вот суперзаразные носители, они как переносят эту болезнь? Как раз в более тяжелой форме, чем те люди, которые... Мне не могу сказать. Такой статистике нету, да? Вам она неизвестна. Я не знаю. Сейчас не могу сказать, соответственно, этот вопрос. Но именно поэтому, то есть иногда люди спрашивают, вот я контактировал, почему я не заболел? Это может быть связано с множеством факторов. Во-первых, это может быть связано с тем, что просто повезло, и тот больной оказался не таким заразным, как 10% очень заразных. Во-вторых, все-таки здоровье человека, его уровень иммунной системы, генетическая предрасположенность может тоже сыграть важную роль в защите человека от инфекции. Хотя, честно говоря, говорить, что у меня отлименное здоровье, я спортсмен, я там не курю, не пью, и я не заболею, нельзя. Вирус — это такая вещь, которая игнорирует твои хотелки. Он может заразить кого угодно. Ну, как вирус ВИЧ, когда, казалось бы, там самые здоровые спортсмены, и все равно как бы заражаются ВИЧ. Так же и с коронавирусом. Говорить о том, что я сейчас абсолютно здоров, я там пью витамины, и это защитит меня от вируса, нет. Может быть, снизит последствия, но не спасет от заражения. Итак, Анатолий Анатольевич, на этой ноте мы закончим наш разговор. Не последний, надеюсь. Я надеюсь, через какое-то время вновь увидеть в этой студии вас, и вы расскажете о новых вещах, которые сейчас происходят на передовых рубежах борьбы с коронавирусной инфекцией. А в заключение я хочу представить нашего гостя еще раз. Это Альберт Анатольевич Резванов, доктор биологических наук, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета, заведующий лабораторией OpenLab клеточной генной и клеточной технологии, директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины. И я ведущий журналист Рустам Ваффин. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова